На эти 20 минут, когда нужно было, и придержать мяч, и контратаку организовать, там столько было контратак. Вообще, я просто, я такое удовольствие получил от игры в ЦСКА с Рубином. Потому что все остальное, вот, человек звонил по какому поводу? Смотреть на Кокорина, как он выходит сейчас на футбольное поле, без интереса, без какого-то огонька, невозможно. Кокорина, человек звонил как раз по этому поводу. И говорит, а почему они там? А потому что Туна Белергинов собрал ребят, которым не дали в других клубах играть. И им сейчас в охотку играть в футбол. А если они потом будут получать 5 миллионов контракта, и за них будут 25 платить, они точно так же начнут, вот точно так же действовать. Ваш прогноз все-таки это про макис... А вот что думаете по поводу стенограммы, которая появилась в новой газете? Как вам позиция Евгения Гиннера, который высказал жесткое свое отношение к Николаю Толстым? Дело в том, что, во-первых, единственная претензия у меня к руководителю ЦСКА о сдержанности. Всегда для меня был, в общем-то, абсолютным примером поведения был Гиннер. Настолько он вдумчив, всегда необыкновенно продуманы его заявления, высказывания. И то, что он позволил себе в отношении к Толстым использовать достаточно грубые выражения, говорит о том, что его довели до конца. А он ведь был очень разумен. У него понятно, что у него на Украине есть свой бизнес, большой бизнес. Благодаря этому бизнес ЦСКА держится на плаву. Надо сказать, еще все армейцы. И когда Гиннер пытается выяснить всего-навсего, есть ли указания сверху по поводу, политическое указание сверху, по поводу решения наших клубов играть, не называться, точнее, брать клубы крымские в чемпионат или нет, и как пользоваться терминологией правильной. Есть ли указания? Он спрашивает у Толстых, бумага от министерства спорта подписанная министром по спорту? Не подписанная. Как всегда, министр по спорту ведет носом и чует запах, понимаете, и уходит от вопроса. Он говорит, вы просите, ребята, вы решаете свои производственные вопросы. Сегодня вы на одном месте, завтра на другом. А я решаю вопросы своего бизнеса. Завтра я останусь не у дел по бизнесу и по деньгам. Кто ЦСКА будет помогать, если не я? И он по-человечески, я на стороне Гиннера, конечно. Потому что Гиннер не просто, в данном случае, функционер Российского футбольного союза. Он еще и бизнесмен, на плечах которого висит футбольный клуб ЦСКА. И он несет моральную ответственность. Поэтому он посмел так жестко высказаться. Да, я тоже хочу, что на ваш вопрос. Да, слушаем вас. Алло, Сергей, вопрос вам. Да. Владимир меня зовут. Да, Владимир. Насчет бизнеса Гиннера. Так. По-моему, Росцвет. Росцвети. Росцвети. Три и шесть десяток миллиарда рублей. Сколько вы сказали? Три и шесть десяток. Это очень мало. Это очень мало. Необходимо больше давать. Да. На четыре года. Это очень мало. Это очень мало. Необходимо больше давать. Сереж, можно я выскажу? Да, я понял. Владимир, мы поняли вас, несмотря на иронию. Просто действительно, если сравнивать с другими деньгами, которые получают другие клубы от госкомпаний, это действительно очень мало. Да, Евгений Серафимович. Я был в это время, когда вот этот стенограмм появился на Урале, на Алтае. Да. И вот приехал. Сначала даже не знал, о чем речь. И позже, позже значительно прочитал. Сначала я подумал, что не может быть. Просто это не может быть такой стенограммы. Ну, не могут так солидные люди разговаривать. Секунду, пожалуйста, подождите. Это как будто воры в законе собрались. И Петька, Ваня, Женька, ты чего? А ты вообще-то заткнись там туда-сюда. И самое главное, что проскальзывало, а это все время эту тему, как бы, ну, не знаю. Я не верю все равно, что это так было. Значит, этот Краснодарский, Галецкий, он говорил, не, надо посоветоваться самим, ребята. Да, 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 как он там туда-сюда. И вот я откровенно вам скажу, я до сего времени не верил, что вот так именно разговор состоялся. Но когда вдруг обозначилось, что Гиннер должен извиниться и на исполкоме, и там, 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 значит, Гиннер переступил дозволенно. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что Николай Александрович упёртый человек, он будет сидеть и говорить, пишите или подписывайте, нет, там что-то обсуждать будет. Подписывайте или не подписывайте, подписывайте, не подписывайте. И, конечно, он доведёт любого, но Гиннер, Гиннер при всех делах, мы, как бы, всегда о нём хорошие мнения были с точки зрения вот ведения таких дел, да, он сорвался, сорвался. И что тут делать? Извиниться должен, да. Секунду, говорите, пожалуйста. Про ЦСКА давайте поговорим. Я говорил руководитель баскетбольного ЦСКА, когда его спрашивали, вот вы везёте, он говорит, обязательно надбавка должна была. Про ЦСКА, да, ЦСКА проиграл Рубину, второй матч подряд, и без Думбия это произошло. Что такое ЦСКА без Думбия? Это серьёзная проблема? Это главная причина того, что ЦСКА сейчас... Но ещё в прошлом году мы говорили о том, что это проблема. Это проблема ведь ЦСКА не только в том, что Думбия не играет, а в том, что они и сегодня не нашли форварда. Да, они воспитывают своего Базилюка, да, но сейчас ему значительно меньше дают. Ефремову дают больше играть, ему меньше дают играть. Но самое главное, что вот такое совпадение или несовпадение, что в прошлый раз, когда он пять игр не играл, они практически провалили кусок чемпионата. И сейчас две игры. Хотя, ну что сказать, они играли нормально и со Спартаком. Не проигрышные матчи играли, что этот, что тот, вот два матча. Но так случилось. И, конечно, Думбия не хватает, как забивнул форварда, не случайно. И Дюк доказывает. Это штучный товар. А форварды, забивающие бомбардиры, это штучный товар. И никуда от этого не денешь. Вы знаете, когда задается вопрос касательно Думбии, а вот Думбии нету, простите, но ЦСКА забила один гол. Ну, можно было 1-0 выиграть. Но ЦСКА проиграла 2-1. Это значит, что проблема не только в Думбии, но и в защите. Да, помню, да. Вот. А когда мы видим, что из себя представляет защита лучшей футболисты сборной России, я согласен, что с Лихтенштейном такой защитой можно играть. А вообще против быстрых нападающих я всегда еще, когда наша сборная поехала, и правильно тренер построил нашу сборную таким образом, чтобы ни в коем случае она не выходила к центру поля. Не раскрывалась. Да, и потому что наши настолько медлительные два красавца из сборной России и футбольного клуба ЦСКА, что они позиционно, они очень здорово выбирают позицию и очень хорошо играют. Но когда надо показать свои ходовые качества, там ни стартовые, ни дистанционные нету. Поэтому мы увидели вчера с вами, позавчера, да, просто как их, не просто их разрывали. Мне очень жалко, что счет 2-1. Счет должен был быть 4-1 или 5-1. Ну просто там канунников, ну настолько слабо себя показал еще один наш сборник. Ну настолько слабо показал, что, ну ребята, у нас столько моментов создавать, надо забивать все. Вот почему-то все говорят, ой-ой, у ЦСКА проблема с нападением, проблема с, вот Думбия опять получил травму, он все время будет получать. Его поэтому никто не покупает, потому что он все время получает бесконечный травм. Я не сторонник, я не сторонник, вот как бы куда-то уходить, к каким-то фразам. Ну давай так, вот сейчас обсуждали бы мы ЦСКА здесь, если бы этот... Если бы Мусаш забил гол, да, был бы 1-1, то и тогда был бы 2-2. Мы вот так бы не обсуждали, вот так бы не обсуждали. 2-2. Не, вот так бы не обсуждали. Вот это проблема, есть ли нет, о которой говорит Владимир Николаевич? Медедительный аппарат, центральный конечник. Сейчас, здравствуйте, слушаем вас, да. Конечно. Не согласен с таким мнением, казанцы по-прежнему играют большими силами в обороне и контратакуют. Последний у них получается хорошо только в матче пятого тура. Как считаете, Евгений Терафимович, рухнули ли Аковы, Бердыевские? Ну, с точки зрения вообще оборонительной, что в основном бегут назад, да. Но, например, в ЦСКА, когда... Ну, в ЦСКА играли дважды чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка, между прочим-то. 70% на 30% это ЦСКА владела мячом. Да. Владела мячом, и они их так построили. Но то, что эта команда не сугубо оборонительная психологически, которую мы видели все время, понимаете, вот, однозначно. Это более раскрепощенная на атаку команда сегодняшняя. А потом, Сережа. Мнение экспертов о вратарской позиции в сборной. Спасибо. В скобках Ребров. Может ли Ребров в данной ситуации вытеснить, которая сейчас сложилась, Акинфеева из состава сборной? Потому что вот сборная вот-вот приступит к подготовке к серьезнейшему матчу с Лихтинштейном. Не может. Не может? Не может. Почему? Потому что у нас тренер такой. Какой? Он уже сделал заявление, что Акинфеевский будет великий, будет играть всегда. Его теперь не сдвинешь. Нет, он не сказал, что всегда будет играть. У Фабио Капелло, вот такой, его очень тяжелый. Знаете, он говорил перед чемпионатом мира о четвертьфинале, а потом на пресс-конференцию говорит, что это журналисты. Это журналисты меня оболгали. Да, когда я ему стал показывать, что это его интервью, это оболгали. Услышать у Фабио Капелло о том, что он извиняется, что неправильно сделал выбор, что не взял нападающего того-то, сильно преувеличил способности того-то, восхищался вратарем таким-то. Он об этом никогда не извинялся, извиняться не будет, и он немножко в этом засамодул. Фабио Капелло консерватор. Консерватор, вот мы видим по делам по этим. И однозначно, кроме того, чтобы поддержать Акинфеева, что ты основной вратарь и прочее, что-то тоже, вот как в Кокорине, точно так же, что-то в Игоре сломалось. Он сейчас не тот, не, не уперся, в Игоре сломалось. Игорь какой-то не такой радостный, выручающий такой, хозяин такой, какой-то он немножко другой стал. Но, вот, упертость Капелло, это будет и Кокорин играть, хотя забивает Дюба, и будет играть Акинфеев. То есть, вы считаете, что сейчас он может Дюбу не поставить в состав? Может. Может. А он играет, а он свой футбол играет, тот футбол от обороны. По-моему, с той пресс-конференции Капелло ничего вообще в сборной не произошло, начиная с того, что нет помощников у Фабио, и непонятно, как он дальше вообще будет строить ситуацию. Что случилось с Романом Еременко? Волнуюсь не за его отсутствие в Рубине, а за его карьеру. Что с ним будет? Не кажется ли вам, что агенты игрокам чаще мешают, чем помогают? Как ССК он? Сегодня подписан будет контракт. СССК, вы считаете? Да нет, что считать, уже вопрос решенный. Поможет ли он ССК? Поможет, конечно. Он феноменальный футболист. У него единственное недостаток. Опять феноменальный. У нас вообще в стране... Нормально, блистательный. Давайте заменим блистательный. И феномен у нас Роналду был один. Нет, мы говорим все-таки... Кто же тогда вот этот мой друг Эдуардо? Давайте все-таки оставим разговоры о великих испанским и английским клубам. Там другие совершенно деньги. А мы говорим о российском футболе. Еременко – это великолепный фантазер в своей команде был. Он сейчас придет в ССК и очень хорошо сыграет. Можно говорить о том, что не очень хорошая скоростенка у него. Была получше. Но если бы была получше, он давно играл в Англии. Но дело не в этом. Так же, как и Широков. Они похожи чем-то. Подожди, я не знаю ни одного племейкера, а он является племейкером, который со скоростенкой был. Ни одного. Что вольнобуа, который сейчас вольнобуа... Хорошо, Евгений Александрович. Это был «Час футбола». В гостях были Евгений Ловчев и Владимир Абрамов. А закончите.